Всем привет, с вами я Роман и сегодня в рубрику модель с барахолки попал ко мне вот такой вот наборчик Вы могли его лицезреть, когда я его показывал вместе с одной из последних посылок Это набор RCZO Smerch в масштабе 1.35 от фирмы Trampeter Что и представляет из себя данная модель Это огромная коробка из афрированного картона с вот таким вот стандартным почти для Trampeter по красочности я имею ввиду бокс артом Перемотанная она скотчем, как можем видеть, это уже шутки пошли Что мы видим на коробке? Длина 289 мм, ширина 108 мм, деталей чуть больше 930 мм То есть модель огромная, объем работы по ней огромный Коробка, ну опять же, чтобы вы понимали, берем линейку и смотрим Вот, это 50 сантиметров, то есть почти 60 сантиметров Длина коробки, ширина около 35, то есть коробка огромная Просто, ее убить можно на вес, ну тут килограмма 4, наверное, точно будет Блин, ну просто очень много деталей Также видим, вот тут вот сбоку фотография реального смерча Краткое описание самой машины Видим, что тут присутствуют маски Несколько плат фототравления, если быть точным, 4 и 2 декали Ну на обратной стороне видим приберные схемы окраски Какие здесь присутствуют, то есть 6 вариантов Модель, опять же, мне досталась начатой, коряво собранной И я вам сейчас покажу сначала То, что здесь осталось из деталей на литниках, на пластике А потом покажу уже то, что было собрано Итак, инструкция Вот такая вот инструкция Видим тут только сколько занимает схема расположения деталей на литниках Ну и дальнейшая схема сборки С косяками она, без косяков, честно, я не знаю Не могу вам ничего по этому поводу сказать Вот, я ее еще не просматривал Ну вот в процессе сборки, переделки этой модели Я думаю, все как раз таки выяснится Видим здесь очень, очень много всего Это модель, на постройку которой, я думаю, уйдет не один месяц Вот, эта модель огромная Тут, блин, я не знаю, чтобы саму эту установку собрать Надо день убить, наверное То есть очень, очень много всего Ну и в принципе, для модели такого объема и такой сложности И цена соответствующая модель на секундочку стоит около 100 долларов В среднем в интернете Поэтому, блин, не дешевый подгон Мне она досталась бесплатно Мне человек начал ее делать У него ничего не получилось Он ее бросил, ну и отдал мне Как бы, вот, краткая история Итак, что мы видим? Ну вот такой литничок с остеклением Видим здесь остатки стекла Которые, наверное, остекление здесь удают универсальное Для всех четырехосных мазов Которые выпускаются тромпетером Ну и вот здесь использовано не все Видим тут какие-то такие вот круглые стекляшки остались Вот, видим, чуть-чуть стекло немножко бликует То есть оно местами имеет какие-то, понимаете, как микроутяжины Вот, будет вам видно, не будет, не знаю Вот, видим Ну, в принципе, стекло неплохое С нормальной прозрачностью Видим, нормально выполненное более-менее Выглядит как-то вот так вот Следующий пакет Сколько здесь? Шесть литников, примерно одинаковых Это элементы пусковой установки Сейчас я вам достану Какой-нибудь из них литничок Ну вот, видим, как все это выглядит Ну, стандартное для тромпетера качество Все выполнено более чем хорошо Но, опять же, как все это будет собираться На практике узнаем Видим следы оттолкателей только на невидимых местах Каких-то облоев жестких Утяжин, следов смещения пресс-форм здесь нету То есть, видим, как все это выглядит Ну, вот, расшивка, видим, здесь присутствует Тоненькая, довольно глубокая клепка присутствует Разновеликая, ну, по размерам Поэтому, я думаю, к пластику здесь проблем вообще нет И быть в природе не может Кстати, два вот таких вот пакета с покрышками Покрышки выполнены тоже очень хорошо Они здоровенные, то есть, диаметром, ну Наверное, процентов на 20 больше БТРовских Видим, протектор у нас здесь дан На них Вот тут надписи технические есть Вот видим, значок направления вращения Куда Вот Даже видим, радует глаз нашего человека Вот Даже надпись на русском есть На покрышке Это хорошо Это хорошо У таких вот 8 покрышек в наборе идет Также вот такие вот Летники присутствуют Но, опять же, жире За то, что модель полусобранная досталась Тут уже мало чего можно увидеть Ну, так вот Кое-какие детали тут пооставались Вот Четыре вот таких вот летники Тут на них что-то было Вот Видим, кстати Головки Болтов Вот здесь вот присутствуют Такие вот Их по-нормальному Что ты фигни срезаешь И приклеиваешь Кстати, вот видим Они разновеликие То есть, здесь от самого Мелкого диаметра И до самого крупного То есть, куда-то они же должны Применяться Но, я думаю, мы При просмотре инструкции Это все найдем Также два Вот таких вот летничка Тут Тоже с какими-то Оп С запчастями Даже не два Три примерно одинаковых Летника Вот здесь вот видим Двери Нашего автомобиля Тут Элементы сиденья Еще что-то Какие-то технические части Тут редуктора Еще что-то Ну, все пролито Примерно с таким же качеством То есть, более чем адекватно Но, в принципе Какое оно может быть За такие-то деньги Модель Ни разу не дешевая Она стоит Я живу Около 100 долларов Это Ну, я не знаю, конечно Как Что это за деньги Там, где вы обитаете Ну, вот Я живу в Донецке У некоторых Это зарплата за месяц Поэтому Как бы Такое себе позволить Может Далеко Не каждый человек Летающий В нашем прекрасном государстве Так Еще один литник Ну, видим Тут пара деталей всего Осталось Даже показывать его Не буду Значит Еще один литничок Тут Тоже немного деталей Тут вот Видим зеркала Присутствуют Бампер передний Какая-то там Защита на двигателе Тут какие-то Элементы Редукторов Прочее-прочее Прочее-прочее Большая часть деталей Снята Не понятно Почему Так Еще один литник Тут какие-то мелочи На нем Чисто вот Поставались Он нам не очень Интересен Еще один литник Тут тоже видим Поверхность Антискольжения Куда-то Вот с дырочками Ну и куча-куча Всякой мелочевки Которая, скорее всего Должна была быть Приклеена На данную модель Уже Но Ее клеить не стали И решили покрасить Так Так Элементы Выхлопной системы Видим Присутствуют Вот Еще один литник Тоже с парой Неснятых деталей Вот таких вот Мелких Ну вот Тут видим Какие-то тяги Какие-то валы Что-то еще Но опять же По 2-3 детали Поставалось на литнике То есть это ни о чем Вот еще Какая-то мелочевка Вот видим Здесь дворники Присутствуют Всякая другая Мелкая хрень Ну и Последний литник Почти не начат Из него снято Все несколько деталей Это вот Непосредственно Сама основа Вот это вот Пусковой установки Сам механизм Вот уже видим Как все сделано В принципе Более чем Ну и Теперь Переходим К обзору Того Что было Собрано Предыдущим владельцам И даже Покрашено Кстати Травление Тут лежит Вот Одна платка Травления Тут видим Много Что уже Снято Приклеено Кое-что Что должно Было быть Приклеено Перед покраской Его Никто даже Не думал Снимать Видно Человеку Была лень Ну да ладно Это уже Это уже Значение Не имеет Это все Переделывать Смывать Кротом Отсюда Всю краску И Переразбирать Модель Собирать Заново Две Вот таких Одинаковых Платки Травления Со всякой Билибердой Ну и Вот Такая Вот Одна Мелкая Плата Тут С Какими-то Вот Видим Концевиками С какими-то Сеточками Походу На фары С какими-то Решеточками Видим Как это Все выглядит Также Вот Одна Декаль Только Осталась Тут Видим Вариант С российскими Звездами С российскими Флагами Номера Военные Вот тут Какие-то Приборки Или еще Что-то Ну и Видим Остался Один Украинский Опознавательный Знак ВСУшный Кстати С Градов Обкладывали Мой любимый Фуз Градов Со смерчей Мой любимый Район Обкладывали Один раз Было такое Да Также Вот такой Вот Летничок Летничок Пакетик С проводкой С какой-то И с вот такими Вот виниловыми Втулками На которые По сути Крепятся Наши колеса На данной Модели Также Вот такая Вот видим Уже Собранная Рама Тут Видим Трос В наборе Шел Опять же Видим Как он Приклеенный Фары Немножко Подзасранные В зеленый Цвет Ну и Все собрано Видим Как никто Не зачищал Ни швы Ничего То есть Просто Все Склеивалось На глубокий Извините За мат Отъебись Также Вот видим Нанесены маски Уже на стекла Вот собрана Кабина Видим Как она Собрана С просто Какими-то Эпическими Щелями Плюс Она гуляет Она не жесткая Ну короче Человек Который собирал Сильно не заморачивался Вот еще Часть Нашей Машины Вот То что Ставится Капот Ну то есть Надмоторный Отсек Видим тут Решеточки Вклеены Как они Вклеены Сами видите Они все Засраны Вклеить Чуть-чуть По краям Ну вот Как это все Выглядит Кабина Непосредственно С элементами управления Самим автомобилем Тоже видим Как она собрана То есть Вот Эти вот моменты Никто не зачищал Никто Не подгонял То есть Видим тут Щели Просто грандиозные Ну в общем Придется разбирать И все переделывать Заного Это огромный труд Но что поделать Модель такая Это надо же Для меня Скажем так Купить такую модель Новую это накладно Ну а то дали бесплатно Почему бы не повозиться Чтоб остановить И вот так Вот тут Видим часть механизма Подъемного Самого И реактивной установки Вот Видим Как оно со смещениями Со щелями Собрано Твою мать Так Ну вот Такие вот Брызговики Над колесами Видим Травдонка на них Уже приклеена Ну вот такая Куча всякой Мелкой билиберды Ну вот Стремяночка Такая вот У нас тут лежит С каким-то ящиком Ну и вот такие вот колеса Вот они тоже собраны Типа прокрашены В общем вот такая вот модель В принципе Что могу сказать Если вы Финансово можете потянуть Если вам хватит Сил физических и моральных На то чтобы Потратить где-то 3-4 месяца На сборку этой Мать его На сборку этой модели То Тогда покупайте Новую с магазина И Радуйтесь жизни Собирайте Долбитесь Вот два месяца С нею Если нет То лучше Возьмите От модул коллекта Тот же самый С мерч И Соберите его В 72 масштабе Допустим А не в 35 Потому что Эта модель Кроме того Что ее собрать Надо Ее еще надо Где-то собранную Хранить Ну вот Сами понимаете Это тоже Требует Каких-то Затрат По месту В общем Вот такой вот Наборчик Рекомендовать Его не рекомендовать Я даже не знаю Честно Это наверное Первые обзоры С такой вот Грандиозной моделью На моем канале Да были до этого Обзоры Конкорда Там и прочих моделей Но те модели Они Хотя бы Скажем так Имеют меньшее количество Деталей Здесь количество деталей Просто такое-то Эпическое Вот Модель огромная В принципе Она стоит Каждого рубля Который На нее Вы потратите Модель Отличная Но опять же Она заставит вас Подолбаться Попотеть Понервничать Попсиховать Попереживать Потому что Жрю Большая модель Она требует Больших вложений Плюс опять же Если вы захотите Докупить сюда Какой-то автомаркет Что не обязательно То я думаю Она вам выльется Просто какую-то Огромную сумму На этом будем заканчивать Спасибо что смотрите Мои ролики Подписывайтесь на мой канал Смотрите другие Выпуски моделей С барахолки Обзоры В мире моделизма Сборки И прочее Вступайте в группу Вконтакте Можете написать Мне личное сообщение ВК страница Открыта Отвечу на любые Ваши вопросы Ну а на этом Заканчиваем Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok